Зай Улт. Советы тем, кто решил открыть свое дело. Чан. 19, 2015. 10 часов. Первый свой бизнес я придумал, кажется, в семи классе. Мы с двумя одноклассниками, один из них сейчас более известен подняком Абу, но это другая история, решили организовать фирму по ремонту компьютеров. На дворе были лихие 90-е, компьютеры только начали появляться, а установить необходимые программы или избавить компьютер от вирусов могли единицы. Мы могли. Помню, на переменах придумали логотип, разработали план захвата района. Бизнес закончился даже не начавшись. Папа нашего третьего партнера не дал нам денег на старт. Далее я несколько лет занимался, как сейчас это называется, фрилансом. Увлекся компьютерной графикой и архитектурой, начал рисовать картинки. Потом познакомился с Артемом Горбачевым и мы открыли компанию, которая занималась архитектурной визуализацией. В 2010 году я оттуда ушел, но Артем до сих пор делает лучшую визуализацию в стране. Параллельно было еще много историй, от доставки и продажи обоев, до открытия кафе. Картинка для привлечения внимания. На дворе 2007 год. Я в нашем офисе на винзаводе рассказываю молодому каналу Russia Today, как заниматься бизнесом в России. Через год будет кризис, который сильно нас затронет и из 70 человек придется уволить 55. Веселое было время. Были бандиты обычные и бандиты в погонах. Были проверки, заморозки счетов и лопнувшие банки. Был админ Стукач, который сдал нас за использование нелегального ПО, которое он сам и ставил. Были мерзкие менты из Киевского вокзала, которые хотели прикрыть поставки компьютеров в мой молдавский офис. Сейчас некоторые мои бывшие партнеры стали успешными предпринимателями, некоторые сидят в тюрьме, с некоторыми потерял все связи, даже не знаю, живы ли. В общем, лихие двухтысячные, как и у всех. Я об этом мало пишу, так как изначально тематика блога была про путешествия и общественную деятельность. Наверное, эти истории стоит записать, чтобы не забыть, но сейчас нет ни времени, ни желания. Серьезно малым и средним бизнесом, интересно, где граница между ними, я занимаюсь более 10 лет. За это время набил много шишек. Сейчас мне много людей пишет свои идеи стартапов и я вижу, что многие стоят буквально в шаге от грабель, на которые я уже наступал. В этом посте я хочу дать вам несколько советов. Советы эти очень очевидные и простые. Любой, кто когда-то начинал свое дело, со мной согласится. Надеюсь, кому-то они будут полезны и помогут сохранить деньги и бизнес. Итак, если вы решили начать свое дело. Бизнес-план. Вы можете вкладывать в это понятие что угодно, но если у вас нет бизнес-плана, шансы на провал сильно увеличиваются. Многие думают, что бизнес-план – это такая бумажка, чтобы убедить инвестора вложить в ваш бизнес деньги. Ок, давайте будем называть это просто план. Этот план нужен в первую очередь для вас. Это проверка ваших идей. Перед тем, как начать свое дело, сядьте и все посчитайте. Ваши расходы, доходы и так далее оцените и изучите рынок, подумайте, как вы будете конкурировать, поставьте себе цели. Половина идей вполне закономерно умирает на стадии составления бизнес-плана. Вы сами поймете, что ничего не получится. Начинать свое дело без плана – все равно, что строить дом без чертежей. Оценка рынка. Когда вы придумали что-то гениальное, а другого вы придумать не можете, вас захватывает эйфория. Вы предвкушаете успех, и совершенно не смотрите по сторонам. Мне очень хорошо знакомо это чувство. А если оглядеться, то вы заметите, что до вас нечто подобное уже кто-то придумал. Более того, он уже набил шишки. Вам надо просто собирать и учесть его ошибки. Помните, я говорил, что идти по проторенной дорожке зачастую проще. Именно поэтому и проще, что дорожка протоптана. Те, кто не смотрит по сторонам, идет по бурелому в метре от уложенного Собянинской плиточкой тротуару. Процентов 10 идей, которые мне присылают, уже реализованы. Причем некоторые собираются повторить ошибки, из-за которых закрылись юнологичные компании. Интернет есть у каждого. Потратьте 2 часа, чтобы узнать, кто делал подобные сервисы. Не стесняйтесь искать аналоги в английском интернете. Нашли что-то похожее. Изучите конкурентов. Найдите их сильные и слабые стороны. Сделайте лучше. Социальные сети. Никогда не делайте социальные сети. Очень многим кажется, что вот сейчас он создаст очередную соцсеть и через 2 года станет Марком Цукербергом или, как минимум, Павлом Дуровым. Не станете. Правило протоптанной дорожки не работает с соцсетями. Правило 5 минут. Если за 5 минут вы не можете донести вашу идею до представителя целевой аудитории, скорее всего это плохая идея. Привлечение клиентов, мало придумать и даже реализовать гениальный стартап, а другого вы не можете придумать, ведь верно? Надо вдохнуть в него жизнь. Об этом почему-то многие совершенно не думают. Я создам офигенный сервис, он будет помогать людям, такого еще никто не делал, это будет такое крутое сообщество, пишут мне. Все такие идеи рушатся об вопрос, а как ты заставишь людей пользоваться своим сервисом? Кто будет покупать твой продукт? Всегда исходите из того, что каждого клиента придется за уши тащить на ваш сервис. Конечно, вам может сказочно повезти и на второй день работы вашей фабрики по пошиву ватников про вас расскажет первый канал, но я бы ни это не рассчитывал. Если успех вашего бизнеса изначально построен на чуде, это плохой бизнес. Хороший бизнес должен существовать и при неблагоприятных стечениях обстоятельств. У вас может быть прекрасный дизайн, безупречный продукт, лучшие условия на рынке, но это все неважно без потребителя. Очень много гениальных сервисов загнулись в самом начале просто потому, что не смогли привлечь клиентов. Себестоимость. Трезво оценивайте себестоимость своего продукта. Многие почему-то думают, что если они что-то делают своими руками, то их труд ничего не стоит. Это не так. Ваше время тоже стоит денег и надо сразу закладывать это в бизнес-план. Оцените свой труд, например, в 100 тысячах рублей в месяц. Если на создание вашего стартапа вам нужно все бросить и работать полгода, то его себестоимость будет минимум 600 тысяч, а не ноль, как некоторые думают. Если в качестве офиса у вас ваша спальня, то добавьте еще 10-15 тысяч на ее аренду у самого себя. Это позволит вам трезво смотреть на цену вашего продукта. Рано или поздно вам придется снять офис и нанять других людей. Многие через полгода, когда поры расширятся, выясняют, что их товар неконкурентно способен, потому что неверно оценили ресурсы, которые требуются на его поддержание. Еще я бы очень советовал сразу учитывать, что вам придется платить налоги, покупать лицензионное ПО и так далее. Опять же, о том, что налоги надо платить задумываются на старте немногие. Не ведите бизнес с родственниками. Соблазн велик, ведь родственник на старте, когда каждая копейка на счету, представляется заманчивым выходом и экономией. Я бы не советовал работать с родными. Во-первых, они не бесплатные, как я уже писал в предыдущем пункте, у любого труда есть цена, и даже если вы не платите родственнику, то вы не экономите, а задерживаете ему зарплату. Во-вторых, с родственниками сложнее строить деловые отношения, особенно, когда дело касается субординации. Как показывает мой опыт, семейный бизнес менее эффективен, а удачные примеры скорее исключения, чем практика. Даже если вы решили работать с родственниками, то лучше по работе вам с ними не пересекаться. Например, возглавить разные направления в рамках одного дела. Не путайте дружбу и работу. С друзьями работать можно. Единственное, вы должны быть готовы к тому, что в случае проблем в бизнесе друга вы можете и потерять. Самое главное, когда дело касается бизнеса, о дружбе лучше забывать. Как только вы начнете закрывать глаза на косяки вашего друга-партнера, потому что ваш друг, бизнес начнет рушиться. А это очень часто бывает. Фиксация любых договоренностей. Сразу, с первого дня, четко фиксируйте и оговаривайте с партнерами все условия. Вспомните ваш договор с банком, где оговорены все ситуации и выходы из них. Вот у вас должно быть то же самое. Какие условия выхода из дела, что вы будете делать в случае закрытия бизнеса, как вы делите прибыль, как вы в случае чего будете выплачивать долги и т.д. Чем больше сценариев вы проговорите и закрепите на бумаге, тем лучше. В самом начале, когда у вас еще ничего нет и делить особо нечего, вам кажется это неважным. Это ложное впечатление. Важно договориться обо всем на берегу, будет меньше проблем потом. Маленький бизнес играет по большим правилам. С самого начала трезво оценивайте вклад каждого партнера. Не путайте долю в бизнесе и зарплату. Приведу вам несколько примеров. Допустим, вы решили открыть фабрику ватников. Есть три партнера. У одного есть помещение, где можно разместить цех по пошиву, другой умеет шить и берется наладить производство. Третий может купить оборудование и наладить канал избыта. Вы втроем собираетесь за чашкой чая и решаете начать свое дело. Вариант 1. Неправильный. Давайте работать, друзья. У каждого будет по 33.3%. Мы все равны. Скорее всего, дальше ситуация будет развиваться следующим образом. Как только дело встанет на рельсы, ваши ватники будут продавать в ЦУМе. Сам Стас Михайлов будет приезжать к вам за сценическими костюмами, и вам придется расширяться. Вы снимите другое помещение и начнете расширять бизнес. Вполне вероятно, что первый партнер, который входил в бизнес только помещением и больше никак не участвовал, окажется не нужен. Два других партнера будут от него требовать что-то делать. Иначе, с чего нам тебе выплачивать долю? Я немного утрирую ситуацию, но рано или поздно, если в начале не было четких договоренностей, партнеры начинают считать, кто больше или меньше работает или вкладывает. Это могут быть как явные конфликты, так и подковерные интриги. Вариант 2. Правильный. Вам надо четко оценить вклад каждого партнера. Например, помещение стоит денег. Оцените его стоимость. Например, на год. Это будет вклад первого партнера. Дать деньги на закупку оборудования – это тоже деньги. Партнер, который будет работать, тоже может оценить свой труд. Например, назначить себе условную зарплату на тот же год и отказаться от нее. Это будет его вложение. Таким образом, на старте вы четко поймете вложение каждого из партнеров и, возможно, распределите доли не по 33%, а 10-40-50%. На этом же этапе вы можете договориться. Что у партнеров будет в будущем возможность выкупить себе часть доли у других. Самое главное – вам надо четко понимать, что доля в бизнесе никого не обязывает работать на этот бизнес. После того, как обязательства каждого партнера по вложению в дело выполнены, он может уехать на Бали, пить вино, развлекаться с девушками, а другие партнеры будут ему присылать дивиденды каждый месяц. Это хорошо бы прямо прописать каждому на старте. Доля в бизнесе – это своеобразные акции. Никто не может заставить работать акционера, если тот того не желает и его работа не была изначальным условием вхождения в бизнес. Если кто-то из партнеров работает в деле, он должен помимо своего процента от прибыли получать еще и зарплату. Тогда не будет никаких проблем из паров, кто больше работает. Я здесь немного утрирую, но идею вы поняли, надеюсь. В документах должен быть порядок. С первого дня у вас должен быть полный порядок в документах. Все договоры, акты, счета должны быть в порядке. Даже такая мелочь, как регистрация домена, очень важна. Не забывайте, что домен, особенно если речь идет об интернет-стартапе, самое дорогое, что у вас есть. Сегодня вы просите его зарегистрировать своего приятеля, чтобы было быстрее. А завтра с приятелем у вас конфликт, и вы остаетесь без домена и всего своего бизнеса. Это лишь маленький пример. Просто возьмите за правило, что в документах должен быть полный порядок. Вся техника должна покупаться на фирму и официально проводиться и так далее. Никогда никому не верьте на слово. Приведу пример. У меня был заказчик, который заказал архитектурный проект реконструкции здания. Мы делали работу, встречались с ним, он утверждал какие-то эскизы. Когда работу надо было сдавать, она оказалась ему уже не нужна, у него изменились обстоятельства. И заказчик пропал. Мы особо не переживали, так как был получен большой аванс, который покрывал наши расходы. Но вскоре мы получили претензию. Заказчик подал на нас в суд, сказав, что мы вообще ничего не делали и нарушили все сроки. Тут то и выяснилось, что у нас нет ни одного документа, подтверждающего наши встречи и передачи промежуточных материалов. Суд мы проиграли, так и не смогли доказать, что работа была выполнена в полном объеме и в срок. Все деньги пришлось вернуть. Еще раз, что-то передайте только под акт. Все официальные письмо только под подпись. Даже с хорошими друзьями. Лишняя бумажка сэкономит вам много денег. Нельзя быть добрым с контрагентами. Если ваши контрагенты нарушают условия договора, сразу идите в суд. На следующий день. Никогда не видел.